Ола, привет из Испании, меня зовут Назар, я рад приветствовать вас на YouTube-канале компании Алегрия. И сегодня мы побываем на шестом открытом международном чемпионате по шахматам, который проводится в городе Теревьеха, и пообщаемся с самыми важными представителями шахматного мира этой страны. И сегодня мы поговорим с Александром, который занимается шахматами, тренирует в Теревьехе. Привет, Александр. Да, привет всем. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже занимаешься шахматами и сколько лет из них в Испании? Ну, на самом деле, шахматы у меня с детства, с первого класса. В нашем городе, в России, в Пензе, у нас обязательно был предмет шахматы, и вот так все началось. То есть, по сути, с 7 лет. В Испании уже 13 лет, постоянно проживая, и шахматы преподаю, наверное, где-то уже опыт работы 30-35 лет, так, например, даже уже не помню. Есть разница в подходе испанском и в неиспанском? Замечаешь ли ты такое? Ну, конечно. Во-первых, советская школа. Я советскую школу не называю, не русскую, потому что это и украинская, и белорусская, и российская, в данный момент русская, и кубинская, так скажем. Ну, это, конечно, методика своя делалась и, как говорится, воялась годами. Она сейчас, в общем-то, идет по всему миру. Все тренера российские, они как бы на острие и, в самом деле, тренируют и чемпиона мира, в том числе, допустим, как Магнус Карлсон тренировал наш советский Гарри Каспаров. То есть, наша школа ценится по поводу событий, на котором мы присутствуем. Это интернациональный чемпионат. В Тревехет событие первый раз проходит, потому что мы традиционно Симана Санта, турнир называется, проводили в Валиканты. И в этот раз удалось, как бы, вот сюда завлечь организаторов. Ну, я тоже являюсь организатором, но вот именно для Тревехет, конечно, большое событие. Можно сказать, не у васики, потому что такого уровня турниров даже после пандемии в Испании просто не было. Ну, 470 участников, 43 флага. Это грандиозные события. Приехал чемпион Испании, приехали другие гроссмейстеры видные, там, третий номер в Франции приехал. То есть, очень большое грандиозное событие. В том числе и российская команда, украинская, наше постсоветское пространство. То есть, это событие, конечно, очень значимое для Тревехет. Какие возможности открываются для шахматистов, в том числе и юных, которые профессионально занимаются этим, так сказать, спортом? Ну, хочу сказать, что у нас профессиональная школа. То есть, мы ставим спортивные задачи, мы не занимаемся анимацией такой, да, шахматной. Но в то же время надо понимать, что принимаем всех. Некоторые игроки приходят, дети приходят для того, чтобы просто получить удовольствие от игры в шахматы, а именно от игры. Потому что шахмат это не только, конечно, игра, это, прежде всего, спорт, искусство и третья вставляющая, вот сама игра. Поэтому все зависит от конкретного ребенка. Мы подстраиваемся, конечно. Кто-то ставит спортивные задачи и идет дальше. То есть, мы, в общем-то, уже можем гордиться. У нас дети занимали 6 лет в Испании, первое место, именно 8 лет. Рекомендуется с 5 лет заниматься, потому что, ну, как бы, ребенок уже осознает, что происходит вокруг, как говорится, да, и может как-то делать логически, какие-то цепочки строить. А что бы ты пожелал родителям и детям, возможно, которые пока еще не играют, но хотели бы попробовать? Ну, шахмат это свой мир, конечно, большой. Я сам в него окунулся однажды, уже выйти, наверное, никогда не смогу. И пожелания, пожелания какие могут быть? Конечно, надо играть. Это самая интеллектуальная игра и самая неисчерпаемая игра. Это единственная игра, которую еще не просчитал компьютер. Он, конечно, сильнее играет, чем человек. Все остальные игры уже просчитаны. Поэтому это неисчерпаемое, как бы, море, которое можно бесконечно изучать, изучать, изучать. Мне очень повезло, мы можем пообщаться с очень важным человеком в мире испанских шахмат, с репортером Леончо Гарсия. Как дела? Очень хорошо, я очень доволен находиться здесь. Когда человек занимается тем, что действительно приносит ему удовольствие, он должен быть доволен. И это мой случай, я очень доволен. Отлично. Как проходит это событие? Как вам Теревьеха? Что вы думаете по поводу этого города? Как города-курорта и как место для проведения таких чемпионатов? Как профессионал, как журналист, я публиковал несколько часов назад в Эль-Паис, в издании Эль-Паис, репортаж о шахматах как о виде культурного туризма. И привел пример города Теревьеха как пример очень явный и очень яркий. Потому что если мы сложим около 470 шахматистов, которые примут участие в завтрашнем чемпионате, и тех, которые принимали участие в прошедшее воскресенье в чемпионате, а также прибавимы людей, которые будут сопровождать всех этих шахматистов, мы получим свыше 500-500 участников, которые будут размещены в Теревьехе. То есть помимо всего прочего, помимо прочих полезных хачес шахмат, мы получим очень интересную форму туризма. Я бы хотел спросить, что вы думаете по поводу влияния шахмат на образовательный процесс? Потому что в последнее время все чаще мы говорим о том, что нам не хватает мыслительного процесса, что мы живем очень быстро, и у нас нет времени на то, чтобы думать, и можем ли мы таким способом с помощью шахмат развить мыслительный процесс, не только у детей, но и, кстати, у взрослых, и таким образом поспособствовать тому, что у нас будут более развитые мыслительные процессы. К сожалению, в современном мире с каждым днем становится все больше и больше людей, которые думают меньше. И происходит это по совокупности причин, таких как злоупотребление социальными сетями, мусор в телевидении, растущее неравенство во многих странах, скорость жизни, в которой мы живем. И что же может быть лучше, чем продвижение популяризирования игры, которая учит нас думать, в которой можно играть онлайн, которая универсальна, у которой очень низкая стоимость, и которая к тому же популярна благодаря сериалу «Ход королевы», который все мы смотрели во время карантина. И также есть научные исследования, которые показывают, что эта игра улучшает интеллект учеников, которые играют, и улучшает академическую успеваемость, особенно по математике, а также и улучшает понимание прочитанного. То есть это практически идеальная игра. Что мы можем еще просить от игры? Невероятно. Большое, огромное спасибо. И что бы вы могли сказать, что бы вы порекомендовали людям, которые на данный момент не играют, но, возможно, думают, собираются начать, что бы вы могли порекомендовать, что бы вы сказали этим людям? На самом деле, играть в шахматы, зная минимальные основы, это довольно-таки просто. И доступно любому человеку. Но, что на самом деле сложно, так это играть хорошо. И это, если бы мы сравнивали, например, профессионала-марафонса с человеком, который просто любит бегать время от времени. Они оба бегают, но то, что делает один, не имеет ничего общего с тем, что делает другой. И чтобы получить удовольствие от шахмат, нужно знать очень мало. Вы можете научиться играть за несколько часов, и к тому же есть научные исследования, которые показывают, что шахматы – это лучшая тренировка для ума, которая замедляет старение, а также наступление болезни Альцгеймера. И в такой стране, как Испания, занимающая второе место в мире по продолжительности жизни, это очень-очень важно. Спасибо, надеюсь, что вы замечательно проведете время на этом чемпионате и в нашем городе. Большое спасибо. И сегодня мы поговорим с очень важными испанскими шахматистами, которые не только известны в этой стране и за ее пределами, но также известны тем, что развенчали мифы, касающиеся шахматистов, известнейший ТТКНК и Иван Сальгадо. Как дела, ребята? Очень хорошо, великолепно. Мы прекрасно, на самом деле, проводим время перед этим фантастическим турниром Страстной недели в этом городе, в котором мы будем участвовать с моим старым другом Иваном. И сегодня мы даем сеанс одновременной игры. Что вы думаете о городе? Как вы думаете, Таревьеха – это подходящее место для чемпионатов такого типа? Я обращаю внимание на то, что все тут вижу и считаю, что это очень-очень хорошее место. И, кроме того, Патрисия – организатор, потрясающий профессионал, проводящий турниры. Я думаю, что это непревзойденный вариант для проведения шахматного турнира. Как вы начали играть в шахматы? Как вы попали в этот мир? Есть ли у вас какое-нибудь важное воспоминание, может быть, какой-то момент важный, связанный с людьми, которые научили вас играть в шахматы? В моем случае это был мой брат. Он научил меня играть в шахматы. Ну и мой случай очень связан с образовательными свойствами шахмат. Дело в том, что когда мне было 6-7 лет, я был очень беспокойным ребенком. И моя семья решила попробовать научить меня играть в шахматы и посмотреть, стану ли я спокойнее. И я помню этот момент, когда я увидел шахматную доску и узнал мир этой игры. И внезапно я понял, что вместо того, чтобы суетиться и быть гиперактивным, я стал полностью сконцентрирован на игре. И до сих пор я очень помню этот момент по сей день. И как это было в твоем случае? Ну, меня научил передвигать фигуры мой отец. Мне было 4-5 лет. И потом я записался в школе на внеклассное занятие по шахматам. И в этом увлечении настолько здоровая атмосфера, что быстро увлекаешься, начинаешь путешествовать, знакомиться с людьми. И вот эта атмосфера увлекает с самого-самого раннего детства. Ты написал книгу про шахматы, которая называется «Кто сказал, что шахматы скучны?» Мы можем сказать, что родился писатель вместе с этой книгой или «Защитник шахмат» или «Два в одном». Ну, я не буду новым Гарси и Лорка. Но, да, действительно, мне было любопытно написать книгу. Я хотел написать книгу. Особенно имея в виду, что я хочу показать то, что происходит позади чемпионатов, для того, чтобы люди узнали этот мир. Потому что все обычно думают, что шахматисты – это такие лабораторные крысы, которые сидят у себя дома. И на самом деле все наоборот. Это очень социальный мир. Мы очень социализированы, много путешествуем. И мы хотим показать все это людям. Ты будешь еще писать еще больше книг? Да, возможно. Почему нет? Мне очень понравилось писать. И я хочу подождать несколько лет, чтобы накопить побольше интересных историй, чтобы рассказать их в книге. Ты можешь прямо сейчас искать какую-нибудь историю? Какое-нибудь что-нибудь абсурдное, интересное, смешное? Да, на самом деле у меня происходило просто все, что можно только вообразить. Например, заметрясение прямо посреди партии в Чили. И я выбежал, испугался очень сильно, думал, что я умру. Но все чилийцы, которые очень привычны к этому делу, совсем даже не пошевелились. То есть все упало, стол, да, все упало. Я убежал на расстоянии 2 километра, и ни один из чилийцев не пошевелился. Это невероятно. Думаете ли вы, что здесь, в Теревехе, есть будущее для такого типа чемпионатов? На самом деле здесь дождается невероятное событие, поскольку будем иметь в виду, что около 600-5 тысяч человек будет участвовать в этом чемпионате. Это рекорд для Испании в этом году и с 2016 года. Да, к тому же это событие сочетается с туризмом, потому что мы, шахматисты, всегда ищем приятные места для того, чтобы играть. И в Теревехе есть все необходимое. Замечательный климат, пляж. Это идеальное место для того, чтобы провести хороший чемпионат. То есть вы предпочитаете, как играть, выйти на пляж? Да, конечно, выйти на пляж, что-нибудь выпить, расслабиться. Дело в том, что мы играли чемпионаты в течение многих лет в местах, которые, мягко говоря, не очень приятные. И в то время, как здесь, в Теревехе, играешь и в то же время наслаждаешься. То есть в Теревехе есть очень много плюсов? Да, конечно. Что бы вы могли сказать людям, которые еще не играют в шахматы, чтобы их замотивировать? Что может предложить им мир шахмат? Ну, пусть займутся этим, поскольку это очень здоровая атмосфера. И они познакомятся с людьми со всего света, сразу же исчезнут на себе предрассудки, потому что очень разные культуры. Люди очень разные культуры, играют, и это очень интересный спорт. У людей, которые говорят, мне скучно. Я считаю, что если вы научитесь играть в шахматы, вы никогда не скажете, что вам скучно. Я, например, ни разу в жизни не сказал. Это вселенная. Да, абсолютно верно, бесконечная. И чем больше ты узнаешь, тем больше тебе кажется, что ты должен еще узнать. Невероятно большое вам спасибо. Спасибо вам. Также сегодня нам посчиталось поговорить с советником по спорту города Теревеха Дианой Бокс-Алонсо. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Это первое мероприятие такого типа в нашем городе. Какие есть ожидания? Будет ли это мероприятие успешным, знаковым, массовым? И как проходит этот чемпионат? Ну, во-первых, мы более чем довольны. И я уже могу сказать, что мы очень счастливы, потому что мы явно не ошиблись, выбрав этот чемпионат. Я думаю, что это великолепное событие для этого спорта, которое принято считать не массовым, хотя мы считаем, что мы должны поддерживать спорт. На самом деле он массовый. И я благодарен организаторам по 300 и всей команде, которая продвигает шахматы на таком высоком уровне. Это шестой международный чемпионат. И для Теревихи он означает, во-первых, продвижение спорта. Это импульс. Это организация для того, чтобы дети, например, имели возможность поиграть с этими великими, величайшими спортсменами. И также есть другая часть. Это экономический сектор, поскольку многие люди в Теревихи сочетают спорт с туризмом. И у нас сейчас город полный спортсменов, которые живут в наших отелях, ходят в наши рестораны, наслаждаются этим городом. Поэтому мы всегда от лица Мэри поддерживаем спортивные мероприятия. Считаем, что они очень важны. И поэтому мы заботимся о их проведении. Также объявлено, что это будет успешное событие. Сам тот факт, что 103 человека, которые участвовали на днях в партиях казино Теревихи. И сегодня у нас есть так много участников, играющих с этими двумя чемпионами. Выступление Леончо Гарсия. И то, что у нас есть дворец спорта, который подготовлен и соответствует поставленной задачи, говорит о том, что это событие настоящий праздник шахмат. Поэтому я рада с нетерпением ждать завтрашнего дня и пригласить всех, кто здесь, и тех, кто к нам приедет, прийти и насладиться шахматами. Шахматами высокого уровня, но прежде всего шахматами, которые мы популяризируем и продвигаем в нашем городе Теревихи. Большое спасибо. Ну что ж, друзья, вот таким получилось наше путешествие в мир шахмат. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк этому видео, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей из Испании и, в частности, из региона Аликанте. Я желаю вам всего доброго и до встречи на канале Алигрия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok